Сразу несколько важных законопроектов сегодня рассматривают в Госдуме. Во втором чтении уже принята поправка, запрещающая удаление наблюдателей с избирательного участка без решения суда. Между тем, самые бурные дискуссии на охотном ряду вокруг деятельности коллекторских агентств. Несколько документов по данной тематике уже внесены в Нижнюю палату. Дмитрий Кочетков с подробностями. В Думе уже давно говорят о необходимости жесткого регулирования или даже запрета работы коллекторских агентств. В этой теме посвящено сразу несколько проектов законов, которые долгое время лежали без движения и не рассматривались. Сегодня прозвучали предложения ускорить работу над этими документами. Нужны срочные меры. Выбивая долги, коллекторы все чаще нарушают закон. На этой неделе пострадал двухлетний ребенок. Охотники за долгами бросили бутылку с зажигательной смесью в окно дома, в котором спал малыш. В результате ожоги второй степени и серьезная психологическая травма. По одной из версий, причина поджога кредит в размере 4000 рублей. Который вовремя не выплатил дед ребенка. Накануне в Совете Федерации предложили приостановить деятельность коллекторов. В ЛДПР предлагают вообще запретить. Можно в рамках действующего законодательства цивилизованно заниматься тем, чтобы люди возвращали долги. У нас все превратили в криминал и бандитизм. И вот интересно, сколько надо еще спалить детей, расстрелять, поиздеваться, убить, для того, чтобы закон о запрете коллекторской деятельности был принят. Нам сейчас будут рассказывать, что его принимать не надо. Но я полагаю, что власть должна услышать, потому что уже просто обнаглели коллекторы. Свой вариант решения проблемы предлагает справедливая Россия. Коллекторов должен контролировать Центробанк. Коллекторские агентства должны находиться в реестре Центрального банка, лицензироваться, поскольку речь идет о передаче банковской тайны, о передаче персональной информации заемщика. Ну и, соответственно, с таким материалом, с такой информацией должны работать только профессиональные организации, имеющие лицензию Центрального банка, либо находящиеся в реестре Центрального банка и регулируемые им. Сегодня же Дума во втором и третьем чтении рассмотрела закон, который касается предстоящих парламентских выборов. Важное нововведение наблюдателей с избирательных участков теперь смогут удалять только по решению суда. Нужно будет получать решение суда. Расширяется перечень документов, с которыми могут знакомиться наблюдатели и назначенные члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса от партий и кандидатов. Мы еще раз подтвердили, особо закрепили в законе, через наши поправки, то, что наблюдатели могут беспрепятственно вести фото и видеосъемку всего того, что происходит на избирательном участке. Этот документ был внесен фракцией КПРФ, но сегодня оппозиция выступила резко против. Не понравились принятые поправки. Теперь наблюдателями не могут быть должностные лица, депутаты и подчиненные им лица. То есть даже наши помощники, помощники депутата теперь не смогут быть наблюдателями. Да и любого другого неугодного наблюдателя можно будет не допустить к выполнению своих обязанностей, обнаружив его зависимость от какого-либо чиновника. Но думское большинство считает сомнения коммунистов абсолютно беспочвенными. Как говорят в «Единой России», наоборот, у наблюдателей появится больше возможностей, чтобы обеспечить прозрачные и честные выборы. Дмитрий Кочетков, Марат Хабибуллин, Юлия Ходорова, Первый канал.